ребята всем привет сегодня хочу так затронуть такую тему как залив незамерзайки видео будет полезно особенно для тех водителей которые первый год за рулем и впервые они будут ездить зимой частенько они задаются вопросом когда же менять обычную воду вымыватели на незамерзайку тут в принципе ничего сложного нету то есть можно вообще даже летом принципе ездить никто же не запрещает пожалуйста залил там даже когда на улице плюс 15 плюс 20 спокойно можно с этой незамерзайкой ездить однако естественно никто не хочет лишний раз ее тратить потому что она стоит денег у нас сейчас не дешевая хорошая незамерзайка стоит хороших денег ответственно не хотелось бы просто так ее переводить на очистку стекла естественно большинство потому что заливает обычную водопроводную воду в умыватель который принципе она практически бесплатно достается так вот когда же нужно менять воду в умывателе на незамерзайку это нужно делать тогда когда температуры особенно ночные начинают опускаться ниже нуля градусов. То есть, к примеру, сейчас вот у нас в Татарстане вчера уже был первый снег. Вчера у нас 21 октября было. Сегодня тоже с утра был небольшой снег. Ночная температура у нас где-то минус 2, минус 3, а днем плюс 2, плюс 3. То есть вот так вот вокруг нуля все скачет. От такой температуры в принципе уже можно заливать, но ничего страшного не произойдет, если пока еще оставить воду. Почему? Сейчас объясню. Получается, у нас если днем получается 0, там температура плюсовая, то вода не мерзнет, соответственно. Вы покатались, приехали домой, оставили машину на ночь. Ночью температура опустилась, там может быть 0, немножко минус 1, минус 2. И, соответственно, вода либо не успеет замерзнуть, либо она замерзнет, но целиком не промерзнет бачок. То есть, к примеру, сверху какая-то корочка образуется. С утра вы встали, машину завели, поехали, к примеру, на работу. Пока вы двигатель прогрели, подкапотное пространство прогрелось, там вся вода, вода, обомыватель тоже согрелась. И если там даже была какая-то ледяная корочка, она оттаяла. То есть, быстро этот бачок, оттаивает, и вы можете спокойно пользоваться омывателем, получается, для очистки стекла лобового. Если же ситуация такая, что на улице холодает резко, либо уже температуры снижаются до минус 5, до минус 7 и ниже градусов, вот тогда уже нужно бежать и менять незамерзайку. Почему нужно бежать? Потому что если у вас замерзнет бачок, просто так он не оттает. То есть, к примеру, если вы вышли с утра на улице, минус 7, выпал снег, гололед, скорее всего, ваш бачок насквозь промерз уже. И как его растопить? Можно заехать куда-то на автомойку, либо на отапливаемую парковку, например, какой-то торговый комплекс. На подземную парковку заехали, машину оставили. То есть, нужно какое-то теплое место, где постоянная плюсовая температура. Но это будет не быстро. Может быть, час, может быть, два придется ждать, пока все это оттает. То есть, придется тратить время на это все. Еще одна проблема какая может быть, что могут треснуть эти трубки-омыватели. То есть, они обычно либо из резины, либо из пастика делаются. Соответственно, на морозе они дубеют. Если внутри них осталась вода, то получается, при замерзании вода расширяется у нас, и трубка может лопнуть. Это, опять же, такая мелкая, но неприятная проблема. Придется ехать в магазин, покупать, менять эту трубку на морозе. То есть, ничего приятного в этом нет. И самая такая неприятная проблема, если лопнет сам бачок умывателя, либо выйдет из строя его насос. То есть, если там все замерзло, вы попытаетесь включить насос, несколько раз нажмете, он погудит, погудит и сдохнет. То есть, если он сдохнет, его придется, соответственно, менять. Не самая дешевая деталь, ну, не такая дорогая, конечно, но все равно это не стоимость пластмассового бачка, а это все-таки электромоторчик. Придется ехать, покупать его и менять. Чтобы не было таких проблем, привод опускания температуры, если вы там посмотрите прогноз, на улице минус 5, минус 7 обещают, то нужно слить всю воду из бачка и полностью залить его незамерзайкой. Причем, недостаточно просто залить туда, когда вы залили незамерзайку полный бачок. Нужно обязательно сесть в машину и включить дворники и умыватель. То есть, вы должны прокачать систему, чтобы в трубках не осталось воды, чтобы везде была незамерзайка. Причем, если у вас, например, автомобиль в кузове универсал или хэтчбэк, то есть, сзади, если тоже есть дворник, задний умыватель тоже нужно включить, чтобы по всей длине машины по трубочкам протекла незамерзайка и нигде вода не замерзла, не осталось. Вот такие вот дела. Все, всем спасибо.